В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новостей по Выборгске» в студии Людмила Перминова. Здравствуйте! В оборге определились, какие дворы будут благоустроены в рамках программы «Комфортная среда» в текущем году. Местные власти утвердили перечень объектов. Это пять крупных дворовых территорий. У домов номер 21 и 33 на улице Гагарина, двор на Ленинградском шоссе 41. Территория в границах домов 22, 24 и 28 на проспекте Ленина и Мира-3. А также двор у дома номер 3А на улице Кировские дачи. Что касается общественной территории, в текущем году в рамках этой программы будет благоустроен сквер молодежи напротив ЗАГСа. За него проголосовало большинство горожан. Остальные объекты, участвовавшие в рейтинговом голосовании, приведут в порядок за счет средств районного бюджета. В сквере «Мужество» перед мемориальным комплексом запланировано создание площади с парадной аллеей, обновление скульптурной композиции, реконструкция наружного освещения и озеленения. В сквере на Димитрово обновят территорию вокруг цветника и установят опоры освещения. На набережной Салакалахте отремонтируют тротуары, пешеходные дорожки, установят новые опоры освещения и торшеры в парковой зоне, восстановят игровую площадку для детей. День космонавтики Международной космической станции, которой в этом году исполняется 20 лет. Друзья, с праздником! Отличное настроение и новых космических высот! Космонавты Роскосмоса, командир экипажа 55-й экспедиции на Международную космическую станцию Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев. Кстати, Олег Артемьев бывал в нашем городе в составе делегации из Байконура. Космонавты общались со школьниками, журналистами, принимали участие в городских мероприятиях, спортивных состязаниях. А начальник Байконурского филиала Единой службы авиационного поиска и спасения Роскосмоса Сергей Семченко вообще частый гость оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина, где создан Космический музей. И сегодня поздравления всем космонавтам 54-й и 55-й долговременных экспедиций МКС в лице Антона Шкаплерова и Олега Артемьева передают общественное объединение «Фаворит Выборг», депутатский корпус «Духовенство». Дорогие Антона и Олега, я поздравляю со светлым праздником Воскресения Христова. Христос Воскресе! От Каневской братьев вам поклон и благословение в вашем нелегком труде. Антон, Андрей, привет Земли! Надеюсь, что хоть когда-нибудь меня туда с собой возьмете. Поздравляю с Днем космонавтики, ждем вас на Земле и с удовольствием приедем на спуск уже и поддержим вас. Кстати, Выборг не только наблюдал за космическими достижениями нашей страны, но и принимал в них участие. На ВСЗ строили платформу «Морской старт», в Приморске собирали ракетные двигатели. Страницы истории отечественной космонавтики сегодня листали в школе номер 8. Там прошел гагаринский урок. Школьники перевоплотились физиков, историков, астрономов и инженеров космической техники и рассказали своим сверстникам, когда человеку впервые удалось преодолеть земное притяжение. Каким требованием должен отвечать космонавт и что чувствует человек, находясь в состоянии невесомости. Сегодня в День космонавтики мы поздравляем ученых, инженеров и всех, кто когда-либо работал в космической отрасли. О великий и могучий! Знание русского языка 14 апреля продемонстрирует тысячи людей по всему миру. Свою грамотность они смогут проверить в рамках масштабной образовательной акции «Тотальный диктант», которая хватила уже более 70 стран. В третий раз к проекту присоединится и наш город. В Выборге будут организованы несколько площадок в разных микрорайонах, куда организаторы приглашают не только выборжцев, но и жителей района и гостей города. Это выборжский филиал РАНХИКС, основная площадка, также библиотека Альвара-Алта, где на данный момент уже регистрация завершена. Поэтому следующие площадки я назову, это выборжский филиал РГПУ имени Герцена и школа номер 14. Текст для «Тотального диктанта» 2018 года написала Гузель Яхина. И это будет три коротких текста, написанных специально для «Тотального диктанта» автором. И будет называться «Утро, день и вечер». Очень интересные диктаторы, да, именно так называются чтецы «Тотального диктанта». Это и общественный деятель, и творческие люди, и ведущие мероприятий города Выборга, правительственных мероприятий, писатели и, конечно же, преподаватели, учителя русского языка и литературы. Чтобы принять участие в «Тотальном диктанте», нужно пройти регистрацию на сайте проекта. Это необходимо для того, чтобы организаторы на разных площадках подготовили достаточное количество бланков и ручек. Там же можно будет узнать свой результат. Акция «Тотальный диктант» – это скорее не сравнение своего уровня или каких-то своих показателей с другими участниками, а скорее возможность наблюдать свой прогресс в изучении русского языка. И, может быть, возможность обратить внимание на какие-то ошибки, которые мы порой допускаем, и не замечаем этого, и, соответственно, возможность их исправить и более не допускать. Диктант добровольный, бесплатный и доступен каждому, независимо от возраста и способностей. Акция стартует 14 апреля в 14 часов. Всю дополнительную информацию можно узнать на сайте проекта и в группе в социальных сетях «Тотальный диктант Выборги». Изменился порядок прохода через турникеты на вокзале железнодорожной станции «Выборг». Это связано с заменой турникетного оборудования. Как нам сообщили в северо-западной пригородной пассажирской компании, до 20 апреля будет закрыта левая турникетная линейка. Пассажирам предложено двигаться по правой стороне. А с 21 по 28 апреля, наоборот, проход будет осуществляться слева, поскольку правая турникетная линейка будет закрыта. Что любопытно, работы начались вскоре после того, как на вокзале ребенку турникетом зажало голову. В даче взятки полицейскому подозревается сотрудница Выборгского бестро. Уголовное дело на нее завел городской следственный отдел. Как сообщили нам в районном ОМВД, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проверки бестро на улице Вокзальной выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а также факт незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории России. Представитель заведения просила полицейских не составлять протоколы и не направлять материалы в суд. За это она предлагала вознаграждение в размере 11 тысяч рублей. Сотрудники АБЭП преступные действия пресекли, деньги изъяли. Следствие по уголовному делу продолжается. Напомним, в правительстве Ленобласти продолжает действовать горячая линия «Нет коррупции», по телефону, номер которого на экране принимается сообщение о совершенных или готовящихся преступлениях. Выборгские полицейские ищут преступника, который похитил деньги и драгоценности, угрожая расправой 59-летней женщине. Преступление было совершено посреди бела дня в садоводстве «Солнечное», расположенном в поселке Советском. Мужчина проник в частный дом, угрожая ножом хозяйке, связал ее электропроводом. Затем похитил свыше 20 тысяч рублей, ювелирные изделия и с места происшествия скрылся. Общая сумма ущерба устанавливается. Женщина вскоре после случившегося в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию. Не исключено, что ее били. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские ищут преступника. Куда поступить учиться? Ярмарка профессии, вакансии и учебных мест для выпускников школ пройдет в Выборге 13 апреля. Во Дворце культуры в полдень ждут учеников 9, 10 и 11 классов. В ярмарке примут участие представители учебных заведений среднего и высшего профессионального образования Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Дополнительная информация по телефонам, номера которых на экране. Магия проникла в межпоселенческую библиотеку на улице Пионерской. Здесь открылась выставка картин петербургского художника Дмитрия Дагаса. Ее название «Творю по черному» появилось не случайно. Фон полотен черный. Идея создать серию таких работ у Дмитрия возникла 10 лет назад. Когда он, будучи в Кельне, делал на улице наброски белой гелевой ручкой по черной пастельной бумаге, случайный прохожий захотел их купить. С тех пор художник стал часто использовать этот прием. Стиль, в котором выполнены черно-белые картины, Дмитрий называет трансовым рисованием. То есть он сначала пишет их, а потом приходит осмысление того, что появилось на холсте. Такой авторский почерк сформировался под влиянием скандинавской мифологии. Другие работы также написаны на черном фоне, но уже с использованием темперной краски. Дать точное название техники, в которой творит мастер, он не может, но склоняется к тому, что это субъективный реализм с элементами фэнтези и сюрреализма. Не нюхаю, не курю, не колюсь. Просто, видимо, ну, какие-то немножко сны. Но на самом деле, скорее всего, это какие-то ловлю впечатления от жизни, какие-то необычные события, и они просто навевают какой-то мне сюжет. Иногда какая-то брошенная фраза, она становится сначала идеей для работы, а потом она начинает воплощаться. Художник предлагает зрителю заглянуть в мир, населенный реальными и вымышленными персонажами. От каждой работы буквально веет скрытой магической энергией. Некоторые картины выполнены в стиле стимпанк. Это направление научной фантастики, включающее в себя и декоративно-прикладное искусство. О некоторых героях своих полотен Дмитрий рассказал на открытии выставки. В одной очень такой закрытой традиции магической есть такой персонаж – Эшу Транкаруас. Переводится в португайское означает «эшу – дух закрывающей дороги». И я как бы объединил такую традицию и стимпанк. В насыщенной биографии художника есть и военная служба в Афганистане, и сотрудничество с Американской галереей, и победы на творческих конкурсах. Его работа находится в коллекциях музеев в Швеции, Франции, США, а также в частных коллекциях 11 стран. До конца апреля их могут увидеть посетители библиотеки на Пионерской. Концерт камерного ансамбля из Дании произвел фурор. Впервые в Выборге и всего второй раз в России выступил Эсбергский ансамбль, в составе которого музыканты из самых разных стран мира. Играли в библиотеке Алвара Алта в лекционном зале с волнообразным потолком, создающим особую акустику. Подробнее в следующем сюжете. Знаменитый Эсбергский ансамбль дает концерт в Выборге, впервые в истории. В библиотеке Алвара Алта в честь полувекового юбилея камерного коллектива играет удивительная команда. Основной состав – это 10 музыкантов из разных уголков мира. Из Дании, Финляндии, Исландии, Израиля и других стран. Всех объединяет неизменная миссия – исполнение классической камерной музыки на высочайшем профессиональном уровне. Но знание датского, конечно, приветствуется. В этом году ансамбль отмечает 50-летний юбилей, и 30 лет в нем играет флитистка Черстон Тиле. Музыкантам работает настолько комфортно и интересно, что уходят они либо на пенсию, либо по семейным обстоятельствам, например, в связи с переездом в другую страну. Фаготистов всего несколько месяцев назад сменил «Анти Салавара». Я счастлив работать в ансамбле. Великолепная атмосфера, прекрасные коллеги. Я больше камерный музыкант. И в этом смысле мне коллектив очень подходит. Музыканты здесь остаются надолго и вместе развиваются. Эсбергский ансамбль дает около 80 концертов в Дании и за рубежом, участвует в мастер-классах и других проектах по всему миру. В Россию знаменитый европейский коллектив приехал всего во второй раз. В библиотеке «Алта» музыканты играли произведения Рихарда Штрауса, Бента Сёренсена и Иоганна Сабрамса. Такое выступление оркестра у нас здесь в библиотеке стало возможным благодаря нашим очень давним, очень плодотворным связям с Датским институтом культуры в Санкт-Петербурге. Каждый раз они балуют в Абаржан вот такими эксклюзивными встречами или с авторами, с писателями, или это концерты. Вот такие достаточно хорошие у нас связи, они помогают и в Абаржанам приобщиться к культуре Дании. На этой неделе ансамбль выступит в Петербурге, даст концерты в президентской библиотеке и Мариинском театре. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Финал областного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Светлое Христово Воскресенье» состоится в соборе святого архистратега Божия Михаила в поселке Токсово 13 апреля. Туда съедутся победители отборочных туров, которые проходили по всей области, в том числе в Выборгском доме культуры. Члены жюри оценивали юные таланты в трех номинациях – вокальное творчество, инструментальное исполнительство и художественные работы. Участвовали ребята в возрасте от 10 до 18 лет из всех районов области. В финал вышли 27 исполнителей и творческие коллективы. Соломиный художник открыл выставку в Выборгском замке. Такое прозвище уже давно закрепилось за петербуржцем Георгием Энгельке. Он руководит клубом флористов «Красносельский», учит всех желающих техники создания картин из соломы. Сам Георгий увлекся этим направлением еще в 1976 году. С тех пор у мастера и его последователей накопилось множество работ. Часть из них теперь можно увидеть в Выборге. Этой возможностью воспользовалась наша съемочная группа. «Если вы хотите стать добрее, полюбуйтесь на картины из соломы, а лучше начните их создавать», – призывал участников церемонии открытия выставки в Выборгском замке Георгий Энгельке. В том, что это занятие меняет людей к лучшему, петербуржец убедился на собственном опыте. Начал увлекаться флористической живописью еще когда трудился на Кировском заводе в свободное от работы время. Тогда ему был 31 год. С тех пор прошло полвека, а Георгий Павлович продолжает мастерить новые картины из соломы и вовлекает в это других людей. Организовал в Петербурге клуб флористов «Красносельский», где обучает всех желающих. Сегодня в нем еженедельно занимаются 30 человек в возрасте от 30 до 90 лет. Часть их работы, конечно, свои картины, Георгий Энгельке привез в Выборг. Рассказал, что поначалу солому собирали на полях вблизи северной столицы. Впоследствии за материалом пришлось обращаться даже в другие регионы России. Ведь в зависимости от климата он имеет разные оттенки – от золотистого до коричневого. Ну а сейчас у нас уже такие нормальные связи установлены с ней и растениеводство. А в Северской они заготавливают за нас снопы. И мы покупаем эти снопы. Плюс еще сами участники, во-первых, садоводы, уращивают сами солому. Плюс знакомые там заказываем, снопы нам присылают из-под Таганрога, из разных мест. Так что солому мы обеспечиваем. Прежде чем солома станет материалом, пригодным для создания полотна, ее распаривают, затем гладят утюгом. Причем гладить надо так, чтобы она не поменяла свой цвет, не сохранила свой цвет, поэтому надо тоже регулировать. Ну а потом, когда надо уже тонировать солому, тут уже берешь другой утюг, более мощный, и делаешь так же более коричневую. Или работаешь паяльником, как карандашом. Если ты берешь готовый рисунок, ты переносишь на кальку. Какой-то элемент хочешь добавить, тоже на кальку отдельно переносишь. А потом на общем виде все это монтируется, монтируется, так сказать, и получается вот то, что получилось. Выставка в замке стала 116-й по счету у клуба флористов, возглавляемого Георгием Энгельке. Их работы пользуются большим успехом не только в России. Неоднократно они экспонировались во Франции и Великобритании. А дома, когда они висят, они, ну как-то тепло становится. Вот аура какая-то в квартире. Когда они уезжают на выставку, мне грустно. И там не только его картины висят, на кухне висят картины его ученицы, у которой были вырезаны по существу рак был, у нее вырезаны были все внутренности. И врачи поописывали полтора года жизни. Она прожила семь лет. И прожила на эти годы благодаря соломке. Галина Николаевна в шутку называет себя женой декабриста. Она всюду следует за мужем, поддерживает его в любых начинаниях. Человек потрясающей совершенно доброты и любви к людям вообще. Это энергайзер, мой Георгий Павлович. В его орбите крутиться очень тяжело. Потому что энергия его вьет ключом во всех направлениях. Мы еще с ним, ну он с 61-го года, я с 67-го года занимаемся в нашем заводском хоре академическом. И вот 22-го числа здесь будет концерт нашего хора в соборе Петра и Павла. Выставка в замке будет работать до 5 мая. А 13 апреля Георгий Энгельке и его сподвижники вновь приедут в музей, и чтобы провести мастер-класс по созданию картины с соломы. Начало в 13 часов. Всех желающих приобщиться к этому виду флористики, организаторы пообещали обеспечить необходимым материалом. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». В некоторые города Ленинградской области и Санкт-Петербурга теперь можно доехать дешевле. На ряде автобусных маршрутов стоимость проездных билетов снижена в половину. Они следуют до Луги, Кингисеппо и некоторых других населенных пунктов. Акция будет действовать до 6 мая. На выборское направление она, к сожалению, не распространяется. Официальный курс валют на 13 апреля, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 76 рублей 76 копеек, доллар 62 рубля 7 копеек. Выборжцев приглашает принять участие в соревнованиях по городскому ориентированию «Бегущий город». Они пройдут 5 мая. Задача участников будет входить в обнаружение за кратчайшее время заданных организаторами объектов. При этом можно передвигаться пешком или пользоваться транспортом. Допустимая численность команды – от 1 до 4 человек. Разработано несколько категорий и маршрутов протяженностью до 40 километров. Заявки от желающих принять участие в соревнованиях по городскому ориентированию «Бегущий город» принимаются до 4 мая на сайте, адрес которого на экране. Местом регистрации и старта станет библиотека «Алта». Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго!